Это кроме как негатива и непонимания, как это запорозит, почему так происходит, может быть виноватым, не виноватым. Но если же я говорю, что вы думаете, вы можете остранить, чтобы он не продолжал дальше свою деятельность? Скажите мне, это проблема. Можно? Не, одну минуточку, я еще не знаю. Мы все прекрасно понимаем, что есть 2 миллиона, сколько помочь в сфорах. 9 миллионов нам много. Ну пускай там еще не объявлено на 2 дозы. И вы когда говорили, что арестованы средства, вы же забыли сказать, что у вас еще 9 миллионов арестованы бюджетных средств, 10 миллионов, которые были в первокруппе ангелографа, правильно? Как это же пояснить жителям города, области, в чем дело? У меня сейчас что-то, что с приема совсем новое. Человеку делать операцию на сердце, 40 тысяч не угрозит. Ему надо просто лечь и умереть. Когда меня называют, что украют 9 миллионов, я перечитываю это, сколько можно сделать аторажно пенсионерам. Это 1300 человек можно оперировать. Только поставить эндопротезу. Это тоже порядка где-то человек 500. Понимаете, человек этим маслом так... Я не понимаю, вы... Как понять? У вас нет права на него, вы водитесь с него. Или вы с ним так делите эти деньги. Как? Почему так происходит? Человек ходит в охраны. Понимаешь? Главрач, я себе не могу позволить, я вроде бы не бедный, иметь с собой 2 храчего охранителя. Понимаете? 4 тысячи в день надо платить за это. Человек там, говорят, вилла где-то в Барселоне. Вот. Какого уровня квартира в Запорожье. Как можно это... Я просто посмотрю, всегда чувствую себя лузером. Понимаете? Говорят, что там нашли какие-то документы, где написано, кому отдавались 10%. Там фамилии людей, которые сидят тут сейчас. Понимаете? Вот. А мы сейчас говорим о бюджете. О том, что депутаты выбили какие-то деньги где-то достали. Для чего? Что их снова украли? Можно уже ответить. Давайте я ответить. А еще одну минутку. И вы, к сожалению, являетесь его адвокатом. Потому что я был где-то в прокуратуре, да они сказали, что только что в Брэм приезжал и просил за него, чтобы его там... Давайте его депутаты за свои слова. Я отвечаю за свои слова. Я про всех репрессия говорю. Что вы являетесь его адвокатом. Понимаете? Потому что мне сказали, что приезжал губернатор за прос в области. Это же выпаха. Так? И сказали, что... И сказали, что... Мне очень хочется вам ждать. Нет, ну так это вот и будет. Потому что ведет я как бы усиленными термами. Понимаете? Владимир Викторович, давайте я вам отвечу на этот вопрос. Потому что вы это прекрасно понимали. Рассказываем. Давайте начнем с пронаводии. С того момента, когда я приехал сюда в Запорожную область. Из чего я начал свои первые шаги. А меня не держит, пожалуйста, на машине. А я начинаю всю самую машину. Это все красиво. Мне не держит, почему он на работе. Давайте не перебивай на руках. Нет, почему сейчас на работе? Это только не просто. Вы дадите мне сказать? Так зачем это? Дадите мне сказать? Я начал вопрос с медицины. Ни для кого не секрет, что наиболее коррумпированная система в Запорожской области находится в системе медицины. И на сегодняшний день эти коррумпированные круги представляют целыми семейными кланами. Какое у него возьмись медицинское учреждение, везде у нас было на приеме граждан, везде были жалобы. И на сегодняшний момент, может вы еще скажете, что у него отношение к закупке этого ангиографа, я к нему не имел отношения. Но я знаю прекрасно, что такое конкурентная борьба поставщиков. И будучи на оперативных должностях в службе безопасности, наблюдал их на области. И когда я только сюда пришел, мы начали тут втирать, что ангиограф купленный старый, 2007-2008 года, что он завезенный через... Вы знаете лучше меня, вы знаете лучше меня, и я вам говорю, потому что так должно быть, но я терапивник, правильно? Вот, вы знаете, как это делается, куда ушло 9 миллионов, нашли царик, куда пошли другие деньги, кто в этом виноват? И почему он работает? Вы сказали, вызвайте, как Игорь, давай посидите дома пока, пускай расследуют. Не дразните людей, не поднимайте это все. Это дело следователя, не губернатора. Так можно, конечно. А вы на сегодняшний день можете ответить в процессе следствия, виноват или нет? Я нет. А вы на это можете. А я могу, потому что я был на фирме, где купили этот ДНО, понимаете? Я личку, но за свои деньги съездил. Я знаю, ему цена 300 тысяч евро. Предоставьте эти материалы, предоставьте. Конечно. Я лично. Потому что каждая вещь, которая стоит 26 миллионов, имеет серийный номер. Понимаете? И поэтому серийный номер, фирмопроизводитель, четко дает информацию, когда, за сколько. И когда его купили? Вадим Викторович, есть материалы экспертизы, в которых было поставлено два вопроса. Первый. Ответить на вопрос. Вот произведение этого прибора по номеру серийный. И цена. И вы знаете, что первая экспертиза, что вторая. Но это производил экспертизу не какая-то шарашка на конторе, а государственную кожу. И мало того, который подчинен Министерству юстиции. И мы туда никак не могли повлиять. Я верю документам, а не слухам. У нас в Запорожье очень много слухов. И очень много сплетен. Давайте, если мы живем в правом государстве, отвечать на вопросы с правовой точки зрения. А не с вопросом наившим. Вадим Викторович, давайте коснем к второму вопросу. У нас с вами начали портиться отношения, знаете, когда? Почему? Когда я начал проверять земельные вопросы в вашем области. Так это или не так? Почему вам это молчит? Так я вам скажу. Это с этого иначе. Вам надо чаще отключаться. Мы как-то скажем. Ну я сколько извиняюсь. Ну я сколько извиняюсь. Ну я сколько извиняюсь. Ну я сколько извиняюсь. Вы позвонили в главе администрации нашего района и сказали. Слышишь, ты, понимаете, если ты не отдашь землю, как я сказал, то я буду проблемой, тебя уволят. И, конечно же, я как народный депутат, который с этого округа должен был вмешаться в это дело. Понимаете? Я вмешался. Вот и все. Я вмешался. Вот и все. Потому что 70 литв гектаров отдавалось фермеру Лещенко, который с дурбичного года не будет налоги. Это раз. А когда обратился участник АТО, то ему отказали. Почему вы этого не говорите? Да я говорю, Катим Аш. Вы же понимаете, вы считаете, что он функционер, генерал, который с опытом серьезно коррупционный. И поэтому я ответил на этот вопрос. У меня есть права, сколько платит Лещенко. Сколько платите людей, которым вы хотите отдать землю? Понимаете? То есть, правильно, конечно же. Я тебя уволю. Это имиджевый вопрос. Вы ему звонили. До 5-го числа, если ты мне отдашь ему землю, тогда вы можете менять. Поделить. А можно теперь я?